Всем добрый вечер. Решили мы с Вовой Михайловским провести тематический матч в обычные шахматы и в шахматы Фишера. Отчасти этот матч проводится с целью популяризовать любимый вид шахматной игры Вовы, именно шахматы 960. С точки зрения спортивной интриги матч, наверное, не слишком интересен, потому что я нахожусь в ужасной форме, а Вова, как вы видите, по его рейтингу в отличный. Но, поскольку вот такой вот смешанный формат, многим будет новинку, надеюсь, что кому-нибудь это будет интересно. Да. И у нас шотландка. Будем играть в таком формате. Первая партия в обычные шахматы, вторая в шахматы Фишера, третья в обычные, четвертая в шахматы Фишера. То есть, четыре партии одно видео, потом будет четыре партии во втором видео. Всего это займет около часа. Постараюсь я играть повеселее, надеюсь, что Вова тоже. Ну и посмотрим, как все это пройдет. Не стал играть Д5, то есть не получилось теоретически известной позиции в шотландской партии. Довольно самобытная игра. Вот сейчас у меня есть выбор. Можно пойти слон Д6, можно пойти Д6. Попробую пойти слон Д6. Все-таки позиция, пешная структура получается нестандартная, может быть, Вова будет тяжелее. Забыл сказать, что играем мы с контролем, близ контролем 3 плюс 2. Надеюсь, что до откровенной рубки флага не дойдет. Это он, пожалуй, играет мне на руку, потому что Вова достаточно быстро. Ну, пора уже обсуждать, что происходит на доске. Странная структура. Обычно пешка в черных таких позициях расположена на АЦ7. Непонятно, что это пользует. С одной стороны, она усиливает мое влияние в центре. С другой стороны, пешка на Д6 может быть слабой. Белые могут организовать какое-то нападение на нее. И не так легко развить слон АС8. То есть вот я могу пойти слон А6, поменять его. Но слон белый на Д3 тоже не очень хорош. Может быть, есть смысл. Как-то мы сграем. Ферзь Е5, то он С5, слон Б7. Ну, вроде, ход Ферзь Е5 не может быть сильно плохим. Нападая на пешку Е4. И с другой стороны, если белые как-то удобно ее защитят, то потом уже надо считаться тем, что они могут провести Ф4. Начать сбивать все мои фигуры. С их, в общем-то, неплохих позиций. Попробую срать С5. Теперь пешка Д отсталая. Достаточно неприятно, но слон на Б7 будет расположен хорошо. Все-таки, если честно, мне кажется, что некоторые ферзи тут у белых. Их фигуры расположены как-то более естественно. И пешечная структура в перспективе будет получше. Не знаю, стоит ли играть с Л7 сразу или пропустить Л1 на Б4. Л1 на Б4 расположена неустойчиво. Оно, с другой стороны, оказывает дополнительное давление на пешку Е4. Ну и вот Вова готовит движение Ф4. Что, в общем-то, я предсказывал уже достаточно давно. В вариантах Ф4 возможно встретить путем конь Ж4. Неизвестно, насколько все хорошо будет. Можно пойти с Л7, Ф4 и Ф3 как-нибудь. Но тоже особо приятного в этом ничего нет. Конь белый в вариантах идет на Ф5. Не надо что делать, надо развивать фигуры. Сыграю с Л7. Подставить скрытие Ф4. Там уже надо смотреть по ситуации. Мне вопрос играть Ф3. 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 Конь Ж4 тоже есть ход. Ну да, ФЕ. Конь Е3. Ладья отскакивает с нападением на коня. И остаюсь без материала. Поэтому будет играть Ф3. Белые, наверное, могут сыграть Е5. Ну, с угрозой Слова на Х7. Но, возможно, я могу просто убрать как короля на Х8. Потому что мой конь не забирается. И к тому же есть ход конь Д5, защищая Ферзя. Правда, в этом случае надо считаться с Ферзей 4. Он не стал связываться. Просто сыграл Е1. Наверное, грамотно. Не совсем очевидно, какой у меня будет следующий ход в этой позиции. Теперь белый верх на Е3 защищен. Нет ударок на Е4. Надо что-то делать. Это не так просто. К тому же начинает поджимать время. Конь Д4 и Ферзь Ф3. Ничего нет. Д5, Е5. Выглядит крайне подозрительно. Там, конечно, есть ход Д4. Ферзь уйдет. Белый конь придет на Ф5. И мой Ферзь на ЦТ окажется полностью отрезан от тех полей, на которых происходят ключевые действия. В общем, непонятно, что делать. Что делать? Постепенно переграл меня Вова. Сыграю Д5. Низкоотчайное уже движение. Д4. Да, вот если сейчас просто Ферзь Е2. Ферзь идет на Ж4 или на Аш5. Белый есть серьезный шанс развить решающую атаку на позицию моего короля. Да, мне кажется, что Ферзь Е2 ход несложный. Вова его сделает. Хотя бы даже, потому что нормальных альтернатив не видно. После этого мой конь идет на Ж4, протерять конь Д5. Белый конь идет на Ф5. Там Д6. Мой Ферзь расположен отвратительно. Вот им попытаемся спасти эту плохую позицию. На конь Д5 протерять Ж6. Конь идет на Д6 с темпом. Да, неприятно. Ну вот. Можно не отдавать пока качество пойти. Ладья Е7. Даже придется, но... Все это крайне... Невыразительно выглядит. Может вообще уже конь Б7 просто побеждает на месте. Потому что на Ладья Б7 есть слон Е4. Его вот так и играет. Да. Похоже, что просто... Не досчитаюсь я... Не досчитаюсь я довольно приличного количества материал. Пытаюсь найти какой-нибудь трюк. Трюка не видно. Ладно, заберу. На слоне Е4 пойду к Ле4. Ладья Е4 и Ладья Е5. Две пешки за фигуру. Но понятно, что дело, что в такой позиции фигура намного старше, намного важнее. Ладья Е7. Ладья Е5 в тонкостях. РЦ4. Видимо, Зилок. Потому что есть шаг на Е3. Вроде как у меня еще одна фигура подключается в оборону. Не думаю, что белые смогут здесь дать мат сразу. А если они не дают мат, то... Черный все-таки большой материальный перерез. Ну, не могу сказать, что если я сейчас выиграю, это будет заслуженным результатом. С другой стороны, Вова... Точнее, я делал все возможное. Пытался задавать какие-то проблемы. Да, и тут надо сдаться. Счет 1-0. В мою пользу. Конечно, крайне недоволен я своей игрой, но... Ничего не поделать. Матч продолжится буквально через несколько секунд. Продолжаем матч с Вовом Михайловским. Счет 1-0. После первой партии в стандартный разновидный шахмат. Ну, конечно, основная причина, по которой мы играем весь этот матч, все-таки шахматы Фишера. И для Вова это любимая дисциплина. Хотя и в обычный шахмат он показал хорошую игру в предыдущей партии. Ну, и получилась довольно любопытная, стандартная, практически стандартная начальная полиция, как вы видите. От шахматной расстановки ее отличает только положение ладьи Б1 и коня А1. Попробую сыграть Б5, наверное, или все-таки не... Сыграю коня В6 следующим ходом. Б5. Ладьяна Б8 расположена для этого достаточно неплохо. С другой стороны, может быть, я проричился, потому что конь на Б3 выходит с большим эффектом. Да, наверное, все-таки стоило поразмыслить побольше над позицией. Не знаю, будет ли Вова здесь... Может быть, был ход коня А5. С, возможно, достаточно неприятными для меня последствиями, но Вова решил не связываться. Это хорошие новости. Теперь слон может уйти, в крайнем случае, на А8 или даже на Е4. У меня не уверено, что Д4 было правильным решением. У черных появляются шансы на уравнение. С другой стороны, в предыдущей партии я тоже легко уравнял по дебюту, а потом Вова уверенно переиграл в меня в Метельшпиле. Так что радоваться рано. Ну и к тому же, мой соперник любит играть в позиции подобного типа за черных. Из этого можно сделать вывод, что поиграть в них белыми он тоже имеет какое-то общее представление о том, какие фигуры куда вставить, а про себя я сказать подобного не могу. С другой стороны, если, например, сейчас один конь придет на С4, слон на Е4 и конь на Д5, позиция будет, по крайней мере, эстетически выглядеть очень привлекательно. К тому Вова пытается верить на перерыв, на конь С5 ход неочевидный, потому что коня С5 могут сбить. Видимо, в этом случае он перейдет на Д3 и, возможно, в будущем на Б4. Стоит ли сыграть слон Д5 или все-таки слон А8? Не очевидно. Попробуем. Да, вот. Любовидный момент. Ну, взятие на С5 я особо не раздумываю, хотя, может быть, какой-то смысл тоже есть. А потом конь А4. Потому что Б4 не сыграешь, то есть пешку легко не защитить. Придется его ли играть ФД4 в этом случае, у меня будет ход, какой-нибудь ход в духе конь Е4. Конечно, это не самое очевидное решение. Отдаю преимущество двух слонов. Да, пожалуй, не буду это делать. Сыграет слон А8. В планах по-прежнему Д6, конь Ф на Д5 и этот конь на С4. Или, может, конь останется на Ф6, а на Д5 пойдет конь с Б6. Ход слона Д5 давал мне, возможно, один темп, потому что я нападал на А2, но нарушил координацию легких фигур. Б3. Вова ограничивает коня с Б6. В другой стороне теперь появляется поле на С3. Сыграю конь Д5. Подаю на слона. Думаю, что Вова его уберет на Д2. Защищаю пункт С3. Одновременно защищаю слона. И вот там уже надо будет посмотреть. Там есть ход Д6 и конь Е4. Есть ход слона С5 и конь Е4. Полиция выглядит привлекательно для черных. Наверное, С5 и конь Е4. Нападая на пешку и нападая на вилку. Давай просто отдать пешку, похоже. И играть позицию, вероятно, с существенным недовесом за белых. С другой стороны, в предыдущей партии у Вова был просто решающий перевес и воспользоваться он им не смог. Так что не вижу никаких причин, по которым то же самое не может произойти со мной в этой партии. Раздумывает Вова. Может быть, он хочет сбросить качество вместо пешки. Я бы так не поступал. Все-таки качество жалко. Пешка это менее существенная материальная уступка по сравнению с качеством. Другое дело, что даже если Вова не хочет отдавать ладью за коня, то ему надо сделать какой-то ход. Это не так просто. Или не исключено, что я просто чего-то не вижу. Здесь у белых есть хороший способ с помощью какой-нибудь тактики решить их проблемы. Может быть, конь Е5. Да, все-таки, видимо, Вова тоже не нашел способа нормально тут отзащищать все свои фигуры. Может быть, на конце 5 идея Е4 провести. Потом слон выходит на Б4. Все равно это не выглядит до конца. Убедительно. Думаю, что личная пешка должна что-то значить в этой позиции. Конечно, при таком расположении фигур я уже предпочел бы иметь свою пешку не на Б5, а на Б6. Но ничего не попишешь. Сыграю конь Е6, нападаю на Е4. Все бифигурами сразу. В целом на слон Б4 теперь есть конь Е4. Поэтому не знаю, что Вова собирается делать здесь. Может быть. Ну да, даже трудно понять, в чем его идея. Слон Б4 все-таки. Что на конь Е4 не совсем очевидно. По-моему, ничего у белых нет серьезного. Возьму на Е4. Конь Д2. А на конь Д2 я могу, кажется, взять на Д2 просто. Солнце 5. Конь куда-нибудь. Взяли ладью. Ну, вроде бы ничего страшного для меня нет. Солнце 5, да. Не знаю, если собрать на Ж2 в промежутке. Хуже от этого не должно быть. Возьму на Ж2. По-прежнему, у белых висят все ладьи. Ну, скорее всего, просто получится такая статус, что у черных останется лишние две пешки. Надо брать на Ф8. Стоит ли мне брать моего белопола. Белый слон уйдет на С5. Пойдет на Д6 или Ф6. Наверное, не стоит. Потому что только осложняя игру, надо бы с этого заняться реализацией материального перереза. Это же готов пойти на некоторые уступки. Ухудшить свою пешечную структуру, но при этом поменять Ферзи. Я уверен, что вам не согласится. Сделать какой-нибудь ход из серии ФЕ2 или ФЕ3, да. ФЕ2. Надо ускоряться. Времени мало. Хотя двухсекундное добавление увеличивает мои шансы не уронить флаг. Я Д4. Вова пытается организовать какое-то наступление на моего короля, видимо. Верит с трудом, но в Блице чего не бывало. Иду Ф5. Ну, держит 5, ладьи Ф8. Теперь грозит... Ничего не грозит. Прошу прощения. Я думал, что грозит Ф6. Но, разумеется, это уже плоды моего больного воображения. Ну что ж, попробую тогда отвоевать хорошие поля и силы заставить Вову сменять Ферзей. В целом, я даже, наверное, уже готов поступить с одной пешкой ради этого. Если Вова убирает Ферзя, то выигрывает в силе ход Ф4. Наверное. Ну, не вижу. Я отдых противопоказаний. Теперь белый король тоже не чувствует себя не в безопасности. А6. Пойду уже 6. В целом, это хорошее изменение для моего соперника. В вариантах мой король может попасть под матовую атаку. Даже Ферзь во меншпеле. Собрать ладьей. Ну, конечно, у черных объективно выигранная позиция. Но на флажках может случиться всякое. Да, ладьи Ж2. Ну, просто пойду ладьи Ж4. Уверен, что правильное решение. Да, все меньше и меньше считаю, что это было правильным решением. Дам шаг. Еще несколько нервное уже движение. Ну, ничего в такой позиции соглашаться не хочется. Но теперь Ферзь заходит на Ж5. Да, это крайне неприятно становится. Сыграть так. Ферзь зайдет на Д8. А, если Ферзь зайдет на Д8, тогда там был ход Ферзь Х3. Да, вот Вова это заметил. А я, кстати, нет. Тот случай, когда... Лучше бы, наверное, Вова это тоже не заметил. Его шансы увеличились бы. Лев Пиа теперь исход Ферзь Ж7. Крайне неприятно. Да, неожиданно много сложностей здесь оказывается. Крайне неуверенная реализация, как и у моего соперника в предыдущей партии. Так, ну... Такую пропету я не хочу. Надеюсь, что Вова вернет назад два хода. Вова раздумывает. Вова не соглашается. Сейчас у него упадет флаг. Вова все-таки решил переходить. Это правильное решение с его стороны. Я думаю, увеличивает зрелищность нашего матча. Такую партия в любом случае не думаю, что его украсит. Моя реализация оставляет желать много-много лучшего. Ну и победа вот таким вот девком была бы еще хуже, пожалуй. В черных есть определенные шансы на победу. Ну, тем более сейчас, когда я забираю пешку на f6 с шахом. Да, ну строгая позиция просто выиграна уже, наверное. Снова. Дам шах. И сыграю ферзь f5. Вроде как ферзь защищает все пешки. Да, шах. Теперь король пойдет куда-нибудь в район поля f3. Желательно по пути не отдать кучу материала. на e5. Так, ну прошу прощения, либо я начинаю лагать, либо одно из двух. Король пошел вперед. Да, хочу просто забрать на f2, и уже можно отдавать после этого все пешки. Просто тащить свою пешку e в ферзи. Дам шах, ничего отдавать на d6. Думает. Позиция абсолютно безнадежна, конечно, тем более сейчас, когда он напоролся на размен ферзей. Ну, довольно печальное зрелище. Конечно, мы в целом играем довольно плохо, и именно комментарий еще накладывает такой неприятный отпечаток на игру. Матч продолжится через несколько секунд. Оставайтесь с нами. Третья партия. Снова в обычные шахматы. Да, и Вова, прошу прощения, вызвал меня. Да, продолжается матч в стандартную разновидность шахмат. Пойду-ка я, наверное, в этой партии c4. Понимаю, что мой фирменный ход конь f3, но c4, в принципе, не настолько сильно отличается. Я не допускаю фианкета со стороны черта. Всего придется выбирать какой-то другой вариант. Например, вот, не знаю, может быть он хочет вообще играть ускоренный дракон. Я в этом сомневаюсь. Скорее всего, будет что-нибудь вроде конь c6, c5. Я бы, конечно, предпочел бы ускоренный дракон. Там могут получить очень интересные позиции. Но, видимо, Вовер не подходит по стилю. Основной ход e3, самый сильный, а 3 имеет смысл. Захватывая какое-никакое пространство. Ферзи во фланге. И вот основной план у белого связан с тем, что они все-таки готовят проведение d4, но я, в принципе, не хочу это делать. Ужду хода слона f5. Пока пойду слон b2, например. Или не стоит. В общем, я очень хочу дождаться хода слона f5, чтобы ответить как-нибудь h3, g4 и конь g3. Довольно хорошо выглядит эта перестройка. Но h3, конечно, ход чисто блицовый. Надеясь на слон f5. Понятно, что Вова, скорее всего, будет слон e6. В этом случае ход h3 не особо полезен. Но у белых интересная позиция. С богатыми динамическими ресурсами, как, впрочем, и у черных. Почему бы ее не проиграть? В2 решил провести d5. Это грамотное решение, учитывая, что я сейчас был невероятно близок к зевку. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Хотел пойти к е4, допускаю слон e3. Сейчас я смотрю на эту позицию и думаю, что, может быть, можно пойти к е4, просто слон e3 забрать, пойти ферзь d2, и на конь g2 король f2. Вроде как с поимкой коня. Ну, проверю. Вова, мне, во-первых, интересно справится, видит ли он вообще этот удар. Если видит, будет ли он его наносить. Если он будет его наносить, чем это все закончится. Выглядит, конечно, подозрительно за белых. Но если удастся съесть фигуру, то все это окупится. Нет, Вова не хочет есть фигуру. В5 ход логичный, но не такой веселый. Да, с другой стороны, на цитрита возвращаться обидно. А конь c5? Ну, надо играть конь c5. С одной стороны, теперь у меня после размена будет слон на b2 без оппонента, и пешка е5. Про нее нельзя сказать, что это непробиваемая скала. Как-то, возможно, пойду f4 в будущем. И слон на b2 будет очень хорош после этого. Ну, а пока надо решить непосредственные проблемы с координацией фигур. Сейчас белые смогут пойти ферзь c2. как-нибудь садят d1, то позиция будет неплохой. Может, он после этого уже будет смотреть даже е4 с последующим f4. Но вопрос в том, не может ли Вова сделать что-то нехорошее с моей позиции прямо сейчас. Например, есть ход... Хотел сказать, есть ход е4, но ход f4 тоже интересный. Я, в принципе, пока не совсем понимаю, что задумано на gf, efe4 наверное, что-то задумано. Наверное, ферзь g5 задумано. С циклоза f3. Да, взяли-взяли, е4 и ферзь g5. Могу ли я пойти, что-нибудь вроде ферзь d2. А, ферзь d2 снова h4. Там у меня уже начинаются очередные заскоки. Да, любопытно. Но еще есть идея, очень странная тоже идея, еf, еf, слон d5. И на слон d5 конь f4. В итоге по белым полям вокруг моего короля будет гулять ветер, но у меня тоже сильный слон и при этом лишняя пешка. Попробую так сыграть, хотя потому, что это нестандартное решение. gf, еf, е4 так часто играют в этих позициях сицилианского толка. А вот так вот играют редко. Не исключено в итоге, что я сразу проиграю. Но прямого опровержения я сразу не вижу. Черт, не надо брать фигуру. Я думаю, что надо брать ее слоном. Потому что ладья просто будет попадать под темпы. То есть может быть, Вова хочет взять ладью и забрать на c5. Мне в это не верится. Там будет d4, d5 накат сразу. Да, Вова берет слоном. Теперь я коня f4. Может быть, я хочу взять слона, может быть, не хочу. Может, хочу просто брать ладья е1 или ферзь h5. В целом, хоть это все и выглядит антипозиционно, но сразу я проиграю не должен. Посмотрим, что припримет мой соперник. Да, Вова задумался. Я ожидаю хода из серии Ну, я хотел сказать, что я ожидаю хода из серии на d8, ферзь e5. Тоже, в целом, в этом ничего такого неожиданного нет. В принципе, я могу, наверное, пойти слон e5, ферзь e5, там какой-то ладья е1. А вот тогда ферзь d4 хорошая клетка ферзь займет. Но, все равно, сейчас конь хочет прийти на f3, игнорировать этот вопрос нельзя. Может быть, есть смысл взять на d5 и пойти ладья е1. Тогда есть ход ладья d3, и с ним надо считаться. Очень подозрительно, может, черт не сразу проигрывает после этого, а может быть и нет. d5, ладья d1. Шах. Пускать нельзя, ферзь h5, конь f3. И снова все не очень хорошо. Да, любопытно, неужели на ладья е1 действительно, на слон e5, ферзь d5, на конь d5, ладья d5, ладья е1 действительно есть ход ладья d3. Верится с трудом, но, может быть, такой ход действительно есть. Так, ну ладно, я очень сильно подсел по времени, надо уже что-то решать. Решение, конечно, глупое, как обычно у меня бывает в цейтноте. Видимо, выпускает весь перевес, который уже успел наметиться. Пойду ферзи 4. Война придется менять ферзей, скорее всего, но у меня настолько, настолько здесь плохие пешки, плохая пешка d4 в первую очередь, что, да, тем более здесь ход слон f3 сразу. Да, это плохие новости, здесь придется бороться за уравнение. Причем, будет ли эта борьба успешной, это большой-большой вопрос. Пойду ладь от ц4, просто отдаю пешку, но хочу пойти, может быть, d5 на слон g4. Да, думаю, что вам не будет играть слон g4, пешка не настолько важна. С другой стороны, может быть, ему тоже не так легко усилить позицию, все-таки я хочу пойти g5. В общем, да, у Война на выбор, или все-таки взять пешку, но тогда d5. Или можно было пойти d4. Исключено, что сейчас я грубо зимнул, на самом деле, потому что здесь ход g5, Вова его считает. Да, и там придется бороться за, ну, совсем уже полностью переключиться на борьбу за ничью. Благодар, да, слон f3, тоже ход логичный. И очень сильный подсеркнул. Ладно, предсеркать конь e6. Да, но теперь есть ответ слон d5. И не найти его невозможно. Позиция белых становится проигранной, достаточно неожиданно. Вроде как до этого с перевесом стоял я. Будем считать, что это в некоторой степени расплата за совершенно несправедливую победу в партии до этого. Да, ну, я даже не успел сделать ход на самом деле я не уверен, что ладья d5 было правильным решением, что на ладья h5 у меня вообще-то есть ход ладья h4. Даже в этом случае черный сохраняет большой перевес. Так что заслуженная победа его соперника. Ну, а матч продолжится через несколько сетей. Продолжаем мы матч. Снова шахматы Фишера, и, к сожалению, эта позиция имеет весьма слабое сходство с настоящими шахматами. Что же делать? Отметим, что в первую очередь в шахматах Фишера большинство слабых игроков вроде меня стремятся вскрыть слонов, поэтому я тоже займусь этим. на нового ищем спародировать эту маневу игры. f3, g6. Просто стоит ли ограничить своего коня и поэтому чужого, или спокойно развиваться. Мне кажется, что ну, по крайней мере, в шахматах Фишера частенько предпочитаю таким вот образом ограничивать чужих коней. Очень часто это в некоторой степени раздражает соперников. c3. В какой-то момент белые планируют взорвать позицию путем d4, но, наверное, после входа коня на c6 уже не планируют. Ракуни в 2. Мне очень не нравится пока, как развивается эта партия. С другой стороны, я не думаю, что Вове очень нравится его позиция. Тоже выглядит не особо гармонично. Было бы, наверное, неплохо как-нибудь рахировать, но не совсем понятно как пока. Ставляш 4. Теперь слон в разме слон с h3 выглядит более естественно, ну и не помешает потревожить коня на g6 в вариантах. Например, если Вова сейчас ответит h5, скорее всего, это изменение в мою позу. Но Вова, конечно, так не играет. Ставит какую-то батарею. А, может быть, Вова хочет сейчас развить чернополы и вообще рокировать неожиданно. Вздук, если на рокировку падает пешки g3 h4 выглядит не совсем естественно. Пока займусь разменом белополов. В общем, мои совершенно глупые рассуждения отняли у белых уже минуту. Наверное, придется ускоряться. Придется ускоряться. Задумался мой соперник. Я не вижу никаких противопоказаний. Например, для хода слон c5. Ну, Вова так и сыграл. Возьму слона. Интересно, кем он будет брать. Есть смысл брать пешкой, есть смысл брать ферзен. Я ожидаю больше всего взятия пешкой, конечно. Вова в раздумьях. А, мне кажется, что после взятия пешки в белых позиций особо ничего хорошего нет. Правда, черт и ферз в этом случае на f7 расположен не то чтобы очень умно. Да, поэтому Вова все-таки берет ферзен. Интересное решение. Совсем очевидное. Конь d5, конь e7. d5, конь e7, c4. Конь d4. Конь d3. Что-то странно. Мне очень хочется отдавать поле d4 в безраздельное владение соперником. Но почему-то дворянь меня привлекает. Наверное, это свидетельствует о паршивом позиционном понимании. Ну ладно, конь d5 играю, ход не может быть сильно плохим. Интересно, как ответит мой соперник. Возможно, что я просто недооценил еще ход конь d4. Почему-то я смотрел только конь e7, но черные могут сначала заняться благоустройством своего коня на c6. Да, после конь d4 висит пешка на f3, придется играть шторм-форде ферз d1 с идеей c3. Ну черт, и погонят моего коня первым. Вообще, все это уже не актуально. Сыгран на ладе f8. Интересно. Так. возникает вопрос куда в будущем девать моего бедного короля. Совсем я по-прежнему до сих пор не приноровился к этой рокировке странной. Сыграет c3, пускай конь d4, как-нибудь в идеях как-нибудь убрать ладю c1, ферзя c1 при этом тоже придется разумеется убрать, и после этого археровать в длинную сторону. Ну, бома предпринимает логичные действия, разбирается с моим конем на d5. Все-таки фигура была неплохая, придется его менять. Ну, и сыграю, наверное, сыграю конь g4. Конь d3 выглядит более логично, но хочу поставить коня на e3, чтобы он шел на f5 или на d5. Возможно, у Вовы есть какой-то сильный ответ f5 сразу. Кстати, то есть, в принципе, он с активизацией своей фигуры спевает чуть-чуть раньше, но мой конь на e3 все-таки расположен лучше, чем черный конь на c6. То есть, наверное, позиция коня на равная. При всем этом мне она не нравится. Кстати, Вова уже сейчас может аркировать в длинную сторону и выглядит это весьма гармонично. Думаю, что так он и сыграет. Слово, у белых очень мало времени. Придется ускоряться. Выбиваю, играю конь d3. Пойду после этого раскаясь у ферзи e2. дает шанс пойти d4, вскрыть линию прямо напротив чужого короля. Не сам это было бы грамотное решение под сейтнот, но очень заманчиво. Все-таки не настолько заманчиво, чтобы я так сыграл, пожалуй. Пойду вообще b4, это, конечно, глуповатое решение. но с другой стороны сильно позицию портить тоже не должно. Скорее всего, вова ответит ферзь c6. Ферзь b5 тогда ферзь f1. Черные могут поменять ферзей, да, ну и провести d5 это хорошее решение. Но, наверное, я, по крайней мере, сильно не рискую. Сладья белая выйдется один, позиция, скорее всего, примерно равная. У белых очень мало времени, конечно, поэтому с другой стороны, после этих разменов удерживать различные тактические неприятности стало с 13 секундами все-таки проще, чем раньше. Я не исключаю, что у белых чуть-чуть больше пространства на флангах, и они могут рассчитывать на небольшой перевес, как бы эта страна не звучала. Вова предлагает ничью, но я все-таки поиграю, наверное. Ставлю g4, его, конечно, поведет короля в центр. Да, по большому счету ничего тут нет, но хочется поиграть. Он идет на c3, может быть, а4 я поставлю следующим ходом. Аc5, наверное, это грамотное решение, возьму. Владья b1, пытаюсь вторгнуться, если Владья b6, первичный, наверное, может быть очень опасным для черных, а может быть и нет. Вова решил не связываться, тогда я завожу Владью. Вова уходит в глухую оборону, это приятно. То есть, если, например, сейчас h6, то h5 это фиксация слабости на g7, и белая имеет основание играть на победу. Средица, конечно, не выигранная, вряд ли в ней даже есть действительно большой перевес, но крайне мере уже играю на победу с какими-никакими основаниями. Отрезаю короля. заведу пешку на a5, если дадут. Может быть, черные сами придут a5, но это тоже обязывающее решение. Я бы сыграл опять все-таки на месте вовы, но сейчас начинают отсекать короля. Лица очень тяжелые. Да, поведу короля на e4, поэтому просто безнадежно у черных, пешка g7 слишком слаба, а где b6? c6, уже первая опадает. Да, но если ладья моя черная заходит тыл, то я сразу гражу запасть на g7, меняю фигуры, в общем, должна быть достаточно простая техническая работа. Правда, вову тоже создал проходную, но не думаю, что он тут успеет что-то сделать. Соберу здесь, заберу на e5. ну, 4 проходные должны оказаться сильнее одной. Я 8. Да. Вову, конечно, играет до конца, но наверное, такой перевес я упустить не должен. Тем более, черные не успевают перекрыться путем ладья h6. Да, g6, h7, но придется сдаться более. И общий счет на данный момент становится 3-1. Сыграно в матче 4 партии. Сделаем паузу и продолжим этот матч еще 4-мя партиями. Ну, а пока всем спасибо за внимание. Для вас комментировал Никита Петров, а играли участники группы Шахматный Феникс Никита Петров и Вова Михайловский. Всем спасибо за внимание. КОНЕЦ КОНЕЦ